Девушки отдыхают Девушки отдыхают 31 октября, Харьков Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора в САП проводят обыски у фигурантов дела относительно возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины. По данным правоохранителей, это нанесло ущерб государству на более чем 14 миллионов гривен. Подозреваемых трое. Бывший заместитель Арсена Авакова Сергей Чеботарь, сын министра Александр Аваков и представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин. В Харькове обысков провели несколько. Параллельно с началом обысков, харьковская полиция заявила, что получила сообщение о заложенной взрывчатке в этом же доме. Полиция окружила периметр вокруг дома лентой. Подъехал реанимобиль и пожарная машина. Действительно ли заминировано здание или это сделано только для того, чтобы внутри заблокировать детективы в НАБУ? Скорее всего, только для того, чтобы препятствовать работе нам. В ходе обысков были найдены доказательства и задержаны лица, причастные к совершению уголовного правонарушения. Киев. Национальное антикоррупционное бюро. Во второй половине дня фигурантов так называемого дела рюкзаков Авакова доставили в НАБУ для объявления подозрения. Здесь же видим два мини-буса с номерами, похожими на номера Нацгвардии МВД. Нашей съемочной группе удалось зафиксировать, как только что задержанный Александр Аваков стоит в окружении спецназа НАБУ. Похоже, несмотря на задержание, сын министра внутренних дел в хорошем настроении. Тогда же появляется первая публичная реакция МВД. Ведомстве официально заявляют, что считают действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Сам Аваков на тот момент еще отмалчивался. А что происходило в этот день в министерстве? Наблюдаем, как в боковые ворота заезжает Мерседес депутата от Народного фронта Дениса Дзензерского. Он также фигурант другого производства антикоррупционного бюро. Позже с территории министерства выезжает другой Мерседес, которым пользуется депутат от Народного фронта Сергей Пашинский. Затем МВД покидают автомобили, которым пользуются депутат и бизнес-партнер семьи министра внутренних дел Игорь Котвицкий. Мужчину, похожего на депутата Котвицкого, можно увидеть и на видеозаписи со скрытой камеры в кабинете тогда еще заместителя министра внутренних дел Чеботаря, который до мая 2015 года отвечал в ведомстве за государственные закупки. Вот мужчина, похожий на депутата Котвицкого, дарит бутылку мужчине, похожему на Чеботаря. Я же виски-то вообще привез. А что? Вы? Что, вот, летний, да? Один сорокалетний? Один сорокалетний. Это награды только с тобой. Этот я вообще серьезно взял. Серьезно? Этот вообще взял. Вы на себе видите? Он же остается и во время встречи мужчины, похожего на сына Авакова Александра, с мужчиной, похожим на заместителя министра внутренних дел Чеботаря. Они договариваются о получении бюджетного подряда в обход законной процедуры тендера. Кто же установил камеры для скрытого видеонаблюдения в кабинете заместителя Авакова? Это сделали правоохранители и службы безопасности Украины в конце 2014 года. Об этом свидетельствует одно из постановлений в судебном реестре. Тогда следователи военной прокуратуры искали, кто же обнародовал записи в интернете. Ведь это секретные материалы их расследования по другому эпизоду – разворовыванию песка, который находился на балансе МВД. Указанные записи сделаны Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины во время осуществления контрразведывательной деятельности, но в дальнейшем были легализованы и приобщены к уголовному производству. Более того, по этому делу о разворовывании песка даже уже был объявлен приговор одному из мужчин, зафиксированных на этом видео в кабинете Чеботаря. «Министр меня спрашивает об этом, и все знали, что оно будет, потому что они играют, играют, потому что они дождутся, тогда еще уменьшится гривна, и тогда что принесет? Сколько тогда был доллар? 12, да? Сегодня он сколько? 20. Тогда было что? С 8 гривен, а сейчас? Тогда надо его продавать, и на этом больше зарабатывать». А именно вот этого человека, Василия Петровского, председателя государственного предприятия «Спецсервис», входящего в структуру МВД, в мае 2017 года осудили на 4 года лишения свободы. Правда, условно. Самого Чеботаря военная прокуратура во главе с Анатолием Матиусом по этому делу трогать не стала. А вот эпизод о закупке рюкзаков военная прокуратура выделила в отдельное производство и фактически заморозила. Никаких активных следственных действий по делу не проводилось, сообщали нам тогда в прокуратуре. На данный момент никому о подозрении не сообщалось. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины, министр внутренних дел Украины и его сын на тот момент показания не давали. Но события февраля 2016 года изменили эту ситуацию. Фрагмент видео из кабинета Чеботаря, который касался именно поставки рюкзаков сыном министра, попал в интернет. Тогда на него и обратили внимание журналисты нашей программы. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года. А уже в феврале 2015 МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 миллионов гривен. Основной подряд, согласно вестнику госзакупок, получила фирма Днепровент. Телефон этой фирмы оказался номером товарища Александра Авакова и его друга по сети Facebook Владимира Литвина. Публикация расследования журналистов вызвала резонанс. Уже через месяц дело о рюкзаках Авакова у военной прокуратуры за подследственностью вытребовало Национальное антикоррупционное бюро. У нас есть полномочия принять решение вытребовать уголовное производство. Прошло полтора года. В результате своего расследования детективы и прокуроры САП в октябре этого года задерживают фигурантов дела. Вечер 31 октября 2017 года. От НАБУ отъезжают два микроавтобуса. Впоследствии замечаем их уже на территории городской клинической больницы номер 4. Сюда привозят Александра Авакова. Медицинское обследование – привычная процедура, прежде чем подозреваемого отправят в изолятор временного содержания, где он будет ждать заседания суда для избрания ему меры пресечения. Александр Арсенович, как вы можете прокомментировать действия НАБУ? Профессиональные, процессуальные идеи НАБУ повязаны с абсолютно политизированным, заангажированным политическим делом, в котором нет ни грамма, ни юридической логики, оснований и так далее. Мы видели, что вы были в хорошем настроении сегодня. Чем это связано? В смысле? Ну, в главном гоноре сегодня НАБУ. Дайте, как говорит мой отец, оставайтесь оптимистами. Скоро. Всего хорошего. Удачи, свидания. В этой же больнице обследовали второго фигуранта дела – бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Сергей Иванович, почему вас задержали? Не знаю пока, скоро разберемся. А как вы можете прокомментировать видео с вашего кабинета? Это фейк, это фейк был. После обследования фигурантов дела отвозят в изолятор временного содержания нацполиции. Здесь они проведут ночь в ожидании заседания суда. В это же время из Министерства внутренних дел, где находится сам Арсен Аваков, уезжают последние визитеры. Вот через парадные ворота выезжает автомобиль, которым пользуется экс-премьер-министр и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. За ним МВД покидает товарища Яценюка, депутат от «Народного фронта» Андрей Иванчук. Наконец, свое отношение к задержанию собственного сына лично министр высказывает через Фейсбук. А вот руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заверил, что политического подтекста у расследования нет. Для меня единственный аргумент – доказательная база, достаточная для объявления подозрения и достаточно для направления дела в суд. 1 ноября Соломинский районный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Авакову-младшему. На заседании, кроме сторон обвинения защиты, собралась многочисленная группа поддержки министерского сына. Люди в камуфляже – бывший советник Авакова Илья Кива, нынешний советник Зарян Шкиряк, депутаты Геращенко, Дэйдэй, Ефремова и Дзензерский. Чей автомобиль мы обнаружили в день задержания фигурантов дела около здания МВД. А во время заседания депутат сидит на почетном месте возле судьи. В то время, пока длится заседание, в боковые ворота Министерства внутренних дел снова заезжает автомобиль, которым пользуется Игорь Котвицкий. В результате суд выносит решение – отпустить подозреваемого на время следствия под личное обязательство – сдать паспорта и носить электронный браслет. Также под личное обязательство суд отпустил и второго фигуранта дела – Сергея Чеботаря. 10 часов вечера. Сразу после окончания судебного заседания автомобиль, которым пользуется сын Авакова Александр, заезжает в боковые ворота МВД. В половине второго ночи через боковые ворота заезжают автомобили, которыми пользуется народный депутат от Народного фронта Денис Цензерский. Автомобили находятся на территории Министерства больше часа. Машина, которой пользуется сын министра внутренних дел, покидает Министерство в половине третьего ночи. Дальше расследование продолжится. Следственные действия, допросы, ознакомление сторон с делом до окончательной передачи в суд. Подозреваемые в это время будут находиться на свободе. Редакция программы «Схемы» будет внимательно следить за ходом резонансного расследования. Олигарх Дмитрий Фиртож – химический и газовый магнат. Один из финансовых столпов власти Виктора Януковича. Уже в течение трех лет Фиртож находится под следствием в Австрии, но его компании продолжают зарабатывать в Украине. Более того, даже после революции достоинства олигарх Фиртож продолжает контролировать не только свои, но и государственные компании. Например, химический комбинат «Сумы Химпром». Расследование Георгия Шабаева. Государственные предприятия и заводы до сих пор притягивают к себе людей, имеющих власть, и приближенных к ним бизнесменов, как коррупционные кормушки. Одна из таких компаний – химический завод «Сумы Химпром», который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. 240 гектаров территории, более 30 цехов. «Сумы Химпром» – крупнейший производитель фосфатных удобрений и пигментов в Украине. Среди них – двуокис титана, главный компонент в лаках и красках, который завод поставляет более чем в 30 стран мира. После аннексии Крыма «Сумы Химпром» остался единственным предприятием на подконтрольной территории Украины, который его производит. На 99% завод принадлежит государству, однако фактически его контролирует украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Минимум с 2010 года и по сей день. В 2010 году, как только Янукович стал президентом Украины, завод сразу был отдан на распил группировки Фирташа. Тогда руководителем «Сумы Химпром» назначили Игоря Лазаковича, менеджера одной из компаний Дмитрия Фирташа. Лазакович работал в крымском «Титане» – заводе, акциями которого Фирташ завладел в 2004 году. Как это помогло олигарху получать свою прибыль с умского государственного предприятия? С приходом Лазаковича большинство товаров на завод начинают поставлять предприятия с орбиты Фирташа. Почти монополизированные контракты на поставку широкого спектра товаров от бензина до тканей насчитывают сотни миллионов гривен. Журналисты-расследователи узнают об этом, анализируя официальный вестник государственных закупок. Основным поставщиком любых товаров стала компания «Синтез Ресурс», которую основал как раз именно один из топ-менеджеров компании «Остхем» – «Фихта». А директором «Синтез Ресурса» был опять же менеджер «Крымского Титана», откуда и Лазакович. Как было установлено ранее, по результатам журналистских расследований, а впоследствии и прокуратурой, «Синтез Ресурс» поставлял некоторые товары на завод по завышенным ценам. В течение двух лет, когда директором был Лазакович, «Сумма Химпром» из успешного химического гиганта превратился в должника. Завод, по данным экономической правды, накопил долгов на сумму полтора миллиардов гривен, в основном перед фирмами «Фирташа» и банками из его окружения. И сразу же появилась еще одна компания, связанная с «Фирташем», которая выкупила часть долгов и добилась через суд начала процедуры банкротства. С 2012 года здесь вводится санация, менеджмент завода должен сделать все, чтобы «Сумма Химпром» наконец выбрался из долговой ямы. Но это не отстранило «Фирташа» от управления, ведь управлять финансовым оздоровлением завода поручили тому же Игорю Лазаковичу, во время руководства которого завод и был доведен до грани банкротства. Это все случилось при бывшей власти. Но забрала ли после майданная власть государственный завод из рук олигарха? Как нам удалось выяснить, после побега Януковича в Россию, один из финансовых столбов его режима «Дмитрий Фирташ» до сих пор продолжает контролировать государственный завод и зарабатывать на нем. Вот лишь одно из непрямых свидетельств этого. Счета предприятия размещены в банке «Клиринговый дом», конечными владельцами которого являются бизнес-партнеры «Фирташа». Юлия Левочкина, сестра бывшего главы администрации президента Сергея Левочкина, и депутат Иван Фурсин, который является бизнес-партнером и другом «Фирташа». А как относительно государственных закупок? Неужели старая схема олигарха работает и при новой власти? Например, в сентябре этого года Сумыхимпром закупил металлолом на сумму около 80 миллионов гривен. Поставщиком продукции оказалась сумская фирма «Укрспецлом». В 2012 году ее учредили Роман Хромов и Антон Приходько. Второй с 2005 по 2008 год работал на Крымском «Титане», который принадлежит Дмитрию Фирташу. Там же в это время работал менеджером Игорь Лазакович. То есть фирма, которая может быть связана с Фирташем через ее основателя, поставляет продукцию на завод, возглавляемый его же менеджером. Как это объясняют в самой фирме и на государственном предприятии? Едем в Сумы. Это железнодорожная станция Басы от завода Сумыхимпром буквально километр. Сюда же привезли и металлолом, который государственный завод закупила компанией из орбиты Фирташа. Победитель торгов – фирма «Укрспецлом». Официально зарегистрирована недалеко от завода. Отправляемся туда. Говорить с нами в офисе отказались. Звоним непосредственно одному из основателей «Укрспецлома» Антону Приходько. Я не работал в «Крымском Титане». Я даже не знаю, как выглядит Лазакович. Как я должен это комментировать? Какую цель вы преследуете, я понять не могу. Спустя несколько минут телефонного разговора Приходько начинает вспоминать некоторые факты своей трудовой биографии. Рассказывает, что тогдашний руководитель «Крымского Титана» пригласил его стать директором базы отдыха для сотрудников этого завода Фирташа. К производственным процессам, говорит Приходько, он отношения тогда не имел относительно свежего контракта с суммой «Химпромом» на 80 миллионов гривен. Отвечает коротко. Связи с Фирташем здесь нет. Какие могут быть интересы? Мы, то есть «Укрспецлом» по программе «Прозора» вырвало торги. В данной программе могли участвовать любые компании. Вы это прекрасно знаете. И, наверное, они участвовали. Действительно, в этом многомиллионном тендере участвовала еще одна компания – «Днепровская Стальфтормед». Как нам удалось установить, эта фирма была создана за день до объявления начала торгов. Ее капитал – 10 тысяч гривен, а зарегистрирована она в квартире ее единственного учредителя и директора – Ирины Ларцевой, которая не захотела с нами говорить о своем участии в тендере на 80 миллионов гривен. Вы знаете, Георгий, давайте я сначала ознакомлюсь с вашими статьями. Что вы пишете? Насколько вы компетентны? В течение месяца мы пытались договориться с руководством завода о съемках и интервью, но нам ответили отказом. Сейчас мы в суммах, поэтому попробуем все же попасть на государственный завод. Заместитель начальника безопасности завода посоветовал обращаться письменно, хотя мы уже отправили запрос, на который официально так никто и не ответил. Могут ли журналисты договориться с руководством в устной форме? Я думаю, что договоритесь, когда письменный запрос дадите, получите ответ. Это будет такая же история. То есть вы нам не можете помочь? Я вам все сказал. Едва ли не единственным местом, где еще оставалась возможность пообщаться с Игорем Лазаковичем, был суд. Это Заречный районный суд города Сумы. Именно здесь слушается дело против руководителя Сумы Химпром Игоря Лазаковича. Игорь Васильевич, а вы можете прокомментировать ситуацию с Сумы Химпромом? Вы сказали, уже сказали. Я не относительно дела. А вы нам мешаете. Но и после заседания Игорь Лазакович не изъявил желания общаться с журналистами. Я сейчас комментировать ничего не буду. Сделайте официальный запрос, мы дадим вам ответ. Мы месяц пытались с вами связаться. Вы месяц не могли ничего сделать, поэтому мы приехали сейчас сюда, в суд, чтобы взять у вас комментарий. Пожалуйста, сделайте официальный письменный запрос, мы дадим вам ответ. Сумская прокуратура подозревает Лазаковича в злоупотреблении служебным положением. Статья, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы. Там были деревянные подоны. Это тара для продуктов, которую выпускает предприятие «Химический завод». И эта тара была закуплена по завышенной цене. И разница в цене – это и есть размер убытков. Закупка деревянных подонов по завышенным ценам и поставке металлолома – не единственные примеры того, как компании из орбиты Фирташа зарабатывают на государственном предприятии «Сумахимпром». Крупнейшие контракты на поставку продукции и ремонт завода продолжают получать аффилированные с украинским олигархом фирмы. Получается, после революции схема заработка олигарха на государственном заводе не изменилась. Изменились только фирмы из его орбиты, которые массово получают государственные контракты «Сумахимпром». Если раньше это был синтез-ресурс, то теперь, например, «Титан Украины». Только за этот год компания натендерила более миллиарда гривен на государственном предприятии. А «Титан Украины» опять же контролируется группировкой Фирташа. То есть все это контролируемые контракты, которые могут выполняться, оплачиваться по тем ценам, которые считают для себя лучшим нынешний менеджмент «Сумахимпром». Уже во время подготовки этого материала стало известно, что суд заменил управляющего санацией Игоря Лазаковича на Дмитрия Никитина, который на заводе работал финансовым директором. Уже при нем государственные подряды завода и в дальнейшем получают те же аффилированные с фирташем фирмы. Мы также направили запрос в групп ДФ Дмитрия Фирташа с вопросом, в чем заключается интерес олигарха на «Сумахимпром» и как они могут объяснить тот факт, что большое количество государственных контрактов завода получали и продолжают получать компании, связанные с бизнесменом. Однако за три недели ответа нам так и не предоставили. По состоянию на сейчас ответа на запрос, к сожалению, нет. Будет ли он? Возможно, будет. Возможно, не будет. Понимаете, это теория вероятности, не больше. А что делает государство, чтобы вернуть себе фактический контроль над предприятием? Еще два года назад Фонд государственного имущества Украины пытался вообще отменить процедуру банкротства. Вообще, вся суть процедуры банкротства – это отстранить от управления предприятием владельца, в нашем случае, государство. Признание недействительным начала процедуры банкротства открыло бы путь к отмене и санации, а значит, к отстранению менеджмента олигарха от руководства заводом. Основанием для обжалования юристы фонда отметили тот факт, что близкая к Фирташу компания, которая инициировала банкротство, могла в обмен на долг забрать часть сырья химкабината, но не сделала этого. Однако фонд все судебные инстанции проиграла. Позже и Верховный суд отказался пересматривать их решения. Мы пытались, но, к сожалению, судебная система есть судебная система. Это отдельная ветвь власти. Она принимает решение. Вот она приняла решение. Сейчас суммы химпром готовят к приватизации. По словам Никитина, государство надеется найти инвестора, который был бы способен вывести предприятие из финансового кризиса. Цена акций была 200 миллионов гривен, учитывая долги предприятия. Держать государственный пакет мы не видим реальной необходимости. Он пользы для государства на самом деле не приносит. Ни дивидендов, соответственно, ничего. Однако найти такого покупателя не так уж и просто. Ведь новый инвестор должен будет выложить за него сотни миллионов, но не сможет им управлять, пока длится процедура санации. А она запланирована на 17 лет. Но и это еще не все. Новый покупатель вместе с акциям из завода получит также и долг, в том числе перед компаниями Фирдаша. Это почти полтора миллиарда гривен. Перспективы в сумм химпром. Оставаться в этой процедуре банкротства, в процедуре санации, бесконечно долго. Это такая патовая ситуация, в которой и был заинтересован тот, кто ее инициировал, поскольку это является очень выгодным по сравнению с приватизацией. Потому что, когда идет приватизация, ты должен заплатить государству за предприятие, которое ты получишь. А в данном случае фактически получен контроль над предприятием без уплаты каких-либо денег за приватизацию. Получается, что вместо того, чтобы выкупить у государства суммы химпром, Фирдашу было достаточно поставить туда своего человека и довести завод практически до грани банкротства. Впоследствии, после начатой процедуры санации, продолжить контролировать завод через свой менеджмент и получать от него контракты на сотни миллионов. Таким образом, государство до сих пор не может влиять на ситуацию на заводе и вернуть его в ближайшее время в управление именно государством, похоже, не получится. Продолжение следует...